здравствуйте сегодня поговорим с вами об уходе и о настройке ножей стандарта а5 все мощные роторные сетевые машинки они все оснащаются именно этими ножами ножи довольно мощные выпускают их практически все крупные производители там мазер болт энди сколстер с клап не знаю кто еще практически у всех у них есть такие ножи поэтому очень удобно всегда можно подобрать нужный номер нужными характеристиками итак обслуживание ножа обслуживание это в первую очередь смазывание смазанный нож меньше трется меньше греется дольше служит нет тупица схема смазки как правило приводится в инструкции к машинке здесь вот нож продается отдельно от машинки в него на упаковке указано где нужно смазать так вот смазывать нужно везде где трется ну давайте распакуем посмотрим на нож поближе в данном случае это нож drive drive это японский бренд выпускают машинки для стрижки и выпускает ножи к этим самым машинкам для стрижки здесь нож номер 0 1 миллиметр сделано в японии конструкция стандартная для всех ножевых блоков стандарта опять это собственно направляющая гребенка которая может быть с гармошкой может быть без это малый он же верхний нож он же просто нож это прижимная планка ну и собственно все обязательных элементов здесь больше нет так уход в первую очередь это смазывание смазываем на зубчике ножа одну или две капли раз два три распределяем по поверхности обязательно под пятку ножа слева и справа капаем и некоторые производители рекомендуют капать под прижимную планку но это уже опционально после того как мы его смазали нож ставим на машинку включаем где-то на 10 секунд при этом масло размазывается по поверхности ножа выключаем стираем излишки масла чтобы волосы не налипали стираем либо бумажной салфеткой либо какой-то тряпкой там воротничком старым неважно брали излишки масла после этого можно работать вторая часть ежедневного обслуживания ножа это чистка от волос во время работы и после работы после того как поработали специальной кистью выметаем волосы из ножа в комплекте с машинкой обычно идет кисточка но как правило на имеет какие-то несерьезные размеры я особо ничего не вычистишь я обычно при обслуживании ножей использую старую зубную щетку также хорошо подходит кисть для окрашивания она достаточно широкая у нее жесткий волос поэтому хорошо выметает дальше периодически раз в месяц или даже реже в зависимости от того как вы используете как вы ухаживаете за ножами их необходимо чистить с полной разборкой как определить что пришел тот самый момент когда мы заглядываем видим что там уже масло такое засохшая вязкая но не удаляется у нас скапливается там волосы застряли не вычищаются можем вычистить их не феном щеткой торчат там ну значит пришла пора чистить полная разборка как это делается здесь имеется два винта которые мы откручиваем как правило это обычные крестовые под крестовую отведку либо под отведку с прямым шлицем реже бывают под шестигранник короче находим нужную отведку разбираем разбирается у нас ну гребенка уже нижний нож верхний нож прижимная планка ну и дополнительная направляющая для поводка машинки разбираем все это отдельно чистим если необходимо моем есть специальные жидкости для мытья ножей я делаю проще мою воды водой сфере главное после этого сразу же вытереть насухо просушить феном чтобы не осталось мельчайших капель влаги потому что иначе нож зажирит после того как промыли его тщательно вытираем насухо тряпкой либо бумажной салфеткой либо нетканым полотном вискозной салфеткой на раза и смазываем берем просто капаем размазываем пальцем масло по поверхности и собираем обратно ставим нож ставим направляющие и все это закрепляем закручиваем винты после того как мы собрали все это обязательно проверьте что вы не потеряли на направляющий специальную пластиковую штучку которая уменьшает трение не потеряете при разборке при мытье после того как мы собрали смотрим на нож наверняка у нас собьется его настройка то есть здесь вот видно что у нас у ползли далеко вперед зубчики что они выступают за линию среза необходимо сделать настройку ослабляем винты не надо их полностью выкручивать ослабляем их так чтобы у нас спокойно двигалась направляющая которая за собой потянет нож выставляя в первую очередь чтобы ножи были параллельно друг другу и чтобы у нас верхний нож был максимально близко вот этой вот а за полированные поверхности режущей после этого аккуратно подтягиваем пинты не затягиваем а именно аккуратно подтягиваем по чуть-чуть подтянули смотрим вот у нас немножко ушел этот край вниз мы опять поправляем направляющую когда мы крутим винты они поворачивают вместе с собой и направляющий ножа поэтому потянем и по чуть-чуть проверяю что нож все еще стоит параллельно здесь он стоит не параллельно поэтому чуть-чуть подвигаем после этого подтягиваем по чуть-чуть на четверть витка на пол витка и так все стоит параллельно окончательно затягиваем винты еще раз проверяем что все ровно все нож готов к использованию все и так обслуживание ножа ежедневное смазывание ежедневная либо после каждого клиента чистка и периодически раз в месяц или реже чистка с полной разборкой ножа чтобы там не было застрелого масла внутри после полной разборки обязательно проверить как выставлены ножи при необходимости их отрегулировать ну вот собственно и все все секреты это все пока пока